К другим темам. В Казахстане растет число лудоманов. Игровая зависимость уже стала проблемой национального масштаба. Об этом заявляют депутаты Мажелеса. Нередко люди проигрывают на ставках последние сбережения. Все это выливается в семейные трагедии, а порой дело даже доходит и до суицида, говорят специалисты. В целях борьбы в стране намерены принять поправки в закон, предусматривающий запрет на рекламу букмекеров в СМИ. Подробности у Ануара Абдрахманова. Центральная улица Астаны и привычная для горожан картина, когда на центральной улице большое количество рекламы беттинговых компаний. Сейчас их рекламируют звезды казахстанского спорта. Данная ситуация вызывает обеспокоенность среди казахстанских парламентариев. По их словам, именно это приводит к тому, что все больше казахстанцев страдает в удомании. Только по официальным данным, больше 300 тысяч казахстанцев болеют этим недугом. По словам депутата Мажелеса Руслана Берденова, цифра в 300 тысяч зависимых от азартных игр устарела. По его оценкам, сейчас речь идет как минимум о миллионе игроков по стране или о 100 тысячах, делающих ставки ежедневно. Среди его близких друзей также есть те, кто сильно пригорел на ставках, признается народный избранник. Эта эпидемия, она затронула всех. У всех есть. У вас есть, у меня есть, у каждого есть. У каждого есть близкий друг, у каждого есть в семье какой-то игроман. Ну, нету такого человека, у кого нету знакомых, не играющих, к сожалению. Почему? Потому что мы полностью дали им свободу действий. Нигде никак не ограничиваем. Соответственно, вот такой и результат. Из-за этого, если вы спросите мое субъективное мнение, мое субъективное мнение полностью запретить. Беттинговых кампаниях не отрицают. Проблема существует. Однако утверждают, что депутатами масштабы трагедии преувеличены. В частности, они ссылаются на официальный ответ Министерства здравоохранения, в котором говорится, что, к примеру, в 2022 году на динамичном наблюдении по поводу патологического влечения к азартным играм находилось 8 пациентов. В данный момент по инициативе Министерства культуры и спорта разработан законопроект. Он должен ужесточить ответственность представителей бизнеса за допуск играм лиц младше 21 года. Делать ставки или заходить в казино запретят гражданам с просрочками по кредитам. Главная новелла законопроекта – запрет какой-либо наружной рекламы беттинга на улицах и в СМИ. Запрет наружной рекламы. Сегодня мы видим, практически все города, везде агрессивно присутствуют рекламы букмекерских контор. И это и рядом с объектами образования, и рядом с госучреждениями. Реклама мы за то, чтобы практически полностью запретить сделать исключение только во время спортивных трансляций, только в рамках специальных новостных или информационных рубрик, имеющих спортивный контент. Потому что деятельность букмекерских контор серьезно поддерживает спортивные федерации, спортивный вообще в целом спорт. Поэтому в какой-то мере оставить рекламу можно, но визуальную рекламу на территории населенных пунктов надо категорически ограничить. Представители букмекеров говорят, что не видят прямой связи между рекламой их бизнеса в СМИ и ростом числа вода мана в стране. По их мнению, куда важнее, чтобы каждый отдельный гражданин играл ответственно. И помню, что ставки – это прежде всего развлечение, а не инструмент заработка. Нет таких инструментов, которые бы это подтвердили. На примере запрета рекламы на табачные изделия и алкоголя, можно утверждать, что в стране не стало меньше пьющих и курящих людей. Мы открыты для помощи. Мы предлагали также Минздраву и другим ведомствам разработать совместные решения, которые помогут эту проблему как-то решить. Поэтому мы всегда открыты к диалогу и готовы участвовать в выработке пакета мер, направленных на помощь людям, страдающим в лудомании. Как отмечает Министерство культуры и спорта, только в прошлом году букмекеры и владельцы казино выплатили в госказну больше 110 миллиардов тенге в виде налогов. Если верить данным депутата Берденова, то в этом бизнесе крутятся космические деньги. 3,5 миллиарда тенге – это дневной оборот беттинговых компаний, говорит он, а годовой – больше триллиона. Такому бурному рассвету азартного бизнеса у мажористмена есть свое объяснение. А возможные расходы страны на лечение людей от игровой зависимости могут обойтись в разы дороже, чем потенциальная прибыль от выплачиваемых налогов, считает народный избранник. Открыто скажу, конечно же, это пролоббировано. Это пролоббировано, есть отдельная группа людей, которые это пролоббировали. Наша цель – не объявлять охоту. Наша задача – просто решить вот эту проблему. Нам люди, фамилии не нужны. Я тогда примерно цифру привел. Если мы будем лечить 350 тысяч лудоманов, которые играют, играющих, это примерно 900 миллиардов тенге. Потому что курс лечения стоит 400 тысяч тенге в месяц. Если умножать, а курс лечения – это 6 месяцев в среднем. Мы разговаривали со всякими центрами, это минимум 6 месяцев, и там нет гарантии, что они вылечат. Если вы умножите эти цифры, 400 тысяч на 6 месяцев умножите на 350 тысяч, это наши играющие люди, там огромные цифры выйдут. Мы не должны к этой катастрофе подойти. Ожидается, что закон может быть принят уже до конца года. Министерство культуры и спорта уверены в одном – изменения носят неотложный характер. Сможет ли новый закон спасти тысячи семей от проигранных на ставках квартиры и машин? Делать выводы. Пока рано. Ануар Абдрахманов, Хабар, 24.